Доброго дня, уважаемые радиослушатели! В эфире ПЛНФМ, программа Лига справедливости, и я ее ведущий Иванова Елизавета, юрист. Тема нашей сегодняшней программы – банкротство наследственной массы. Обо всем этом подробнее далее. Смерть должника не является препятствием для возбуждения и рассмотрения дела о банкротстве. Кредиторы всегда могут удовлетворить свои требования за счет имущества наследодателя. С заявлением о банкротстве вправе обратиться конкурсный кредитор, уполномоченный орган, а также наследники, принявшие наследство. Однако в заявлении нужно обязательно отразить, что должник умер, и предоставить запись о смерти. Банкротство наследственных масс – это специфическая процедура, проводимая, когда стоимости наследства недостаточно, чтобы погасить долги наследодателя перед кредиторами. При этом учитываются все особенности, касающиеся классификации наследуемых объектов. В последнее время подобные ситуации, когда при жизни собственник наделал долгов больше, чем нажил имущество, встречаются довольно часто. Во владение передается недвижимость, транспорт, ценные бумаги, драгоценности, мебель, предметы интерьера. Также наследники могут принять накопления, право требований и многое другое. Наследственной массой и подлежащей банкротству считается все, что нажито завещателем, если приобретено законно и остается в собственности на момент смерти. Но долги также отображаются в наследстве. Отказаться от них нельзя, приняв материальные ценности, невозможно. Распределяются они пропорционально доле, получаемой по завещанию. Если речь идет о вступлении по закону, долги делятся равными частями среди первоочередных преемников. Получение обязательной доли не избавляет от обязанности погасить задолженность. Но чтобы сформировалась наследственная масса, нужно учитывать только вещи, находящиеся в законном владении и долговые обязательства, связанные с имуществом и деятельностью наследодателя. Дело о банкротстве не прекращается, если гражданина не стало после инициации процедуры. Основная цель процесса – реализовать наследство, а вырученные средства направить на погашение кредиторской задолженности. В рамках нотариального наследственного дела это провести не получится, придется подавать соответствующий иск. Инициаторами могут быть наследники или кредиторы, если при жизни собственника процедура была не инициирована. По сути, это и есть заинтересованные лица. Результаты банкротства – долги списываются, если реализованного наследства не хватило, чтобы погасить все суммы. Наследник больше ничего не должен и ответственности не несет. Любые попытки надавить на него и потребовать деньги со стороны кредиторов являются незаконными. Под обязательствами наследника принято считать необходимость погашения задолженности наследодателя. Не имеет значения, принимает он долг полностью или частично, один или несколько. Казиторы имеют право требовать расчета в течение установленного срока исковой давности, то есть в течение трех лет. Банкротство оформляется в этот же период, пока долги не списаны. Они формируются из следующих составляющих. Это могут быть просрочки по коммунальным платежам, кредиты, взятые в банках или микрозаймы, материальная ответственность перед работодателем, а также налоги, не погашенные при жизни. Формально обязательства умершего прекращаются сразу после наступления смерти. Однако это не является поводом ликвидировать договор, признав его недействительным, ничтожным или незаключенным. Просто теперь тот, кто получил наследство, обязан производить выплаты. Когда физической возможности нет, прибегают к банкротству, чтобы списать долговые обязательства за счет продажи наследственных ценностей. Заявителем в таком банкротстве может быть сам наследодатель, если успеет сделать это при смерти. Когда воля оформлена документарно, и завещание написано банкротству, достаточный повод, чтобы его отменить. В этом случае процесс продолжается даже после смерти гражданина. Обращаться также могут наследники в период ведения наследственного дела, когда имущество еще не получено. После речь может идти только о банкротстве самого правоприемника. Также подобными полномочиями наделены кредиторы, желающие вернуть деньги за счет продажи наследства в соответствии с банкротством. Для инициации судебного процесса о банкротстве обращаются в суд по месту последней регистрации усопшего. Официальным обращением является исковое заявление. Подача сопровождается уплатой государственной пошлины, установленной для региона. К жалобе прикладываются документарные доказательства, правомерности требований, отчета, претензии, договора и перечень объектов, включенных в наследство. Что же должно быть еще в исковом заявлении? Кроме реквизитов истца и судебной инстанции, даты города, названия, текст носят мотивированные доводы, но перед этим обязательно указывается основание для принятия наследства. Также описывается финансовое состояние. Необходимо доказать, что размер долговых обязательств больше, чем стоимость имущества, оставленного покойным. Каждый довод подтверждается документально, а в мотивированной части текста перечисляются статьи законов, указывающие на правомерность изложенных требований. В данном случае, если заявление будет надлежащим образом оформлено, процедура банкротства наследственной массы пройдет без проблем. Также должником кредитора-наследодателя с момента открытия наследства является исключительно наследник, принявший такое наследство. Сохранение наследства об обособленном состоянии по российскому праву не ограничивает притязание кредитора-наследодателя составом наследственной массы. Кредитор-наследодателя вправе преследовать любые активы наследника в исполпроизводстве и даже инициировать личное банкротство последнего, либо вступить в соответствующее дело о банкротстве. Вместе с тем кредитор-наследодателя наделен правом возбудить дело о банкротстве наследственной массы, что исключает дальнейшее взыскание с наследника. Разумеется, если кредитор-наследодателя не вправе претендовать на двойное удовлетворение за счет несостоятельности наследственной массы и за счет личного имущества наследника. По банкротству наследника может инициироваться любой из кредиторов наследодателя при достаточной сумме долга и любой наследник, принявший наследство. Как уже говорилось, после возбуждения дела о банкротстве наследство является исключением дальнейшего взыскания с наследника. Соответственно, двойного удержания с наследника принявшего наследство быть не может. Сегодня в эфире ПЛНФМ мы говорили о банкротстве наследственной массы. Если у вас, уважаемые радиослушатели, возникли вопросы по теме сегодняшней программы, вы можете обратиться с ними в нашу юридическую компанию Лига справедливости по адресу город Псков, улица Гражданская, дом 8, либо оставить обращение в нашей группе ВКонтакте или на официальном сайте. Продолжение следует...